Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы с вами окунемся в чудесный мир сказок. В руках у меня вот книга под названием «Большая книга Бабы-Яги». Здесь собраны все сказки, которые принадлежат этому сказочному персонажу. Сегодня я вам прочитаю сказку «Гуси-лебеди». Жили-были муж да жена. Были у них дочка Машенька да сын Ванюшка. Собрались, раз отец с матерью в город, и говорят Маше, «Ну, дочка, будь умница, никуда не уходи, береги братца, а мы вам с базара гостинцев привезем». Вот отец с матерью уехали, а Маша посадила братца на травку под окном и побежала на улицу к подружкам. Вдруг откуда ни возьмись, налетели гуси-лебеди. Подхватили Ванюшку, посадили на крылья и унесли. Вернулась Маша, глядь, братца нету. Ахнула она, кинулась туда, сюда, нигде Ванюшки не видно. Кликала она, кликала, братец не откликается. Стала Маше плакать. Да слезами горю не поможешь. Сама виновата, сама и найти братца должна. Выбежала Маша в чистое поле, глянула по сторонам. Видят, метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Догадалась Маша, что они унесли ее братца. Бросилась догонять их. Бежала, бежала. Видит, стоит в поле печка. Маша к ней. Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Подбрось меня, дровец, говорит печка. Тогда скажу. Маша скорее дровец нарубила, в печку подбросила. Печка сказала, в какую сторону бежать. Побежала Маша дальше. Видит, стоит яблоня, вся румяными яблочками увешана. Ветки до самой земли склонились. Маша к ней. Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Стряси мои яблоки, а то все ветки погнулись. Стоять тяжело. Стрясла Маша яблочки. Яблоня ветки подняла. Листики расправила. Маша дорогу показала. Бежит Маша дальше. И видит. Течет молочная речка, кисельные берега. Маша к ней. Молочная речка, кисельные берега. Куда гуси-лебеди полетели? Упал в меня камень, отвечает речка. Мешает молоку дальше течь. Сдвинь его в сторону. Тогда скажу, куда гуси-лебеди полетели. Сломала Маша большую ветку. Сдвинула камень. Зажурчала речка. Сказала Маше, куда ей бежать. Где гусей-лебеди искать. Бежала Маша и прибежала к дремучему лесу. Встала на опушке и не знает, куда теперь идти. Что делать? Смотрит, сидит под пеньком еж. Ежик, ежик, спрашивает Маша. Не видала ли ты, куда гуси-лебеди полетели? Ежик говорит. Куда я покачусь, туда ты и иди. Свернулся он клубочком и покатился между елками, между березками. Катился, катился и прикатился к избушке на курьих ножках. Смотрит Маша. Сидит в этой избушке баба-яга. Пряжу придет. А Ванюшка возле крылечка с золотыми яблочками играет. Подкралась Маша тихонько к избушке. Схватила братца и побежала домой. Немного спустя глянула баба-яга в окно. Нету мальчика. Кликнула она гусей-лебедей. Скорее, гуси-лебеди, летите в погоню. Взвелись гуси-лебеди, закричали, полетели. А Маша бежит, несет братца, ног под собой не чует. Глянула назад, увидала гусей-лебедей. Что делать? Побежала к молочной речке, к кисельным берегам. А гуси-лебеди кричат, крыльями хлопают, нагоняют ее. Речка, речка, просит Маша, спрячь нас. Речка посадила ее с братцем под крутой бережок. От гусей-лебедей спрятала. Гуси-лебеди Машу не увидели. Мимо пролетели. Вышла Маша из-под крутого бережка. Поблагодарила речку и опять побежала. А гуси-лебеди увидали ее. Воротились, летят навстречу. Подбежала Маша к яблоне. «Яблонька, яблонька, спрячь меня!» Яблонька заслонила ее веточками, прикрыла листочками. Гуси-лебеди покружились, покружились. Не нашли Машу и Ванюшку. И полетели мимо. Вышла Маша из-под яблони. Поблагодарила ее и опять пустилась бежать. Бежит она, несет братца. Уже недалеко и до дома. Да на беду гуси-лебеди снова увидали ее. И за ней гогочут, налетают, крыльями над самой головой Машут. Того и гляди, Ванюшку из рук вырвут. Хорошо, что печка рядом. Маша к ней. «Печка, печка, спрячь меня!» Печка ее спрятала, заслонкой закрыла. Гуси-лебеди к печке подлетели. «Давай заслонку открывать!» Да не тут-то было, сунулись они в трубу. Да в печку не попали, только крылья сажей вымазали. Покружились они, покружились, покричали, покричали. Да ни с чем и вернулись к бабе-яге. А Маша с братцем вылезла из печки и пустилась домой во весь дух. Прибежала домой, умыла братца, причесала, посадила на лавочку, сама рядом с ним села. Тут скоро отец с матерью вернулись из города, гостинцы привезли. На этом сказка закончилась. Вам хорошего настроения и до новых встреч!